Сборная Мурманска готова, как никогда! Здравствуйте, друзья! Ну все вы знаете, что такое оптимизация расходов. Именно с этой фразы мэр начал с нами разговор перед поездкой на эту игру. Поэтому приехала не вся команда, а вот только самые важные люди. Это я и Денис. Денис, ты там? Да-да, я здесь, я держу. Кстати, сегодня сбудется давнишняя мечта ребят. После выступления их вынесут из зала на руках. Ну и одновременно сбудется мечта зрителей. И ребят сожгут. Да я говорю, он совсем обнаглел, без нас решил выступать. Ща мы ему устроим! А, не, пацаны, нормально все, мы выступаем, пойдем обратно. Да подожди ты! Герман, что здесь происходит? Ты зачем нас заменил? Ребят, ну а что вы хотели? Я вон в одно и восьмое этого сезона так уже сделал, никто ничего не заметил, ну даже дальше прошли. Слушайте, я не понял, а чё это за мужик справа? Я вам сколько раз говорил, следите за тем, кто с вами на сцену выходит. Да это со мной! Дима, ну всем и так видно, что у вас есть общая тема для разговора. Вообще-то, человек работал на Мурманском региональном телевидении. А, ну Мурманское региональное телевидение, сокращенное МРТ, Единственное МРТ, которое работает в Мурманске. Я тебе сколько раз говорил, хватит тащить команду всех, с кем ты пьешь. Да если бы я не тащил, то бы сейчас в команде вдвоем со своей Аней играл. Так я вообще-то так и планировал. Кстати, кстати, а где этот человек, который единственный в команде, Майбах изнутри видел? Я здесь. Саш, я сейчас про салон, а не про багажник. Аня где? Это не девочка, это беда, я с такой, как она. Аня, это кто? Это мой директор. А, что, сбылась его мечта, да? Добился тебя директор твоей школы? Вообще-то, я певица, а это мой концертный директор Альберт. И он уже придумал мне сценический псевдоним мурманчанка. Че, все-таки с воровства решили начать, да? Взяла бы тогда сразу Шакира. Зачем воровать название у мурманской обувной фабрики? Хе-хе. Слушай, Герман, а тебе не надоело, что Аня здесь все постоянно мужика ищет? Вот именно. Че только, Аня, мне б тоже какой-нибудь бабех найти. Дима, ты сейчас одним словом бабеха сузил круг потенциальных жен где-то до Мурманска. И тут до одного района. Да зачем мне Мурманский? Мне он какую-нибудь мадмазяву из портера. Давайте простим Диму. Его все-таки трудовик воспитывал. Ну, отец его. Тем более, что у него и образования нет. Как-то нет. Я же закончил этот, как его. Сейчас перед телевизором ректор этого, как его, пальцы скрестил. Чтоб ты, не дай бог, название не вспомнил. Хотя, я думаю, он в тебе уверен. Димочка, женщины любят ушами. Не, но глаза-то у них тоже есть. Вообще-то, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Дим, надо еще найти такую обезьяну, на фоне которой ты будешь выигрышно смотреться. Ну и попросить ее прям с тобой все время ходить. Чтоб сравнить можно было. Если кто-то не помнит, это Катя, дочка нашего мэра. Мы попросили его, чтобы Катя еще раз за нас выступила. Пришлось даже выдвинуть ультиматум. Либо Катя играет в нашей команде, либо мы прекращаем финансирование. Хотя, конечно, могу что-то путать. Она является воплощением мечты Ани, потому что с самого рождения живет с состоятельным человеком и с его женой, и ни у кого нет никаких претензий. Я смотрю, не все верят, что это настоящая дочка мэра. А Катя, дай, пожалуйста, паспорт. Ну вот, все сходится. Это почта дочка мэра. Ребенку 12 лет, а у него уже паспорт есть. Ого, и водительские права. Простите за остановку, продолжайте движение. А это вот директор Мурмангазнефтепродукт, так называемая любимая дочка мэра. АПЛОДИСМЕНТЫ Приехал в Москву заключить важную сделку. Правда, без подписи генерального директора это не получится. Все, Екатерина Алексеевна, спасибо, мы вас больше не задерживаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, ну и главное, зачем мы вышли сегодня на сцену, это чтобы сказать, что в этом году Мурманску исполняется ровно сто лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Планируется грандиозное празднование. Думали, кто будет ведущим. Мы провели долгие переговоры с Дмитрием Нагиевым, договорились. Это будет точно не он. В общем, ведущими Дня Города видимо будем я и Аня. Опять? Я не хочу с тобой вести. А с кем ты хочешь? Да вон, хоть Семеном Слепаковым. А что? Я его сейчас уговорю. Друзья, мы присутствуем на историческом событии. Впервые Аня будет уламывать мужчину с Кавказа, а не наоборот. Для многих, наверное, странно, почему Аня на выбор пал именно на Семена. Он же больше бар, чем ведущий. Но дело в том, что на прошлом юбилее Мурманска люди просто собрались и попели песни под гитару у костра. Семен, соглашайтесь, вы очень полюбите город. Город Пятигорск. Вы полюбите его еще больше, увидев Мурманск. Семен, ну, вы же понимаете, да, что это все не бесплатно. Кстати, да, Семен, это же еще и бесплатно. Потому что бюджета нет. Никто же не думал, что город до 100 лет дотянет. Хотя, ну, вот зачем вам деньги? Вы же теперь вошли в список Форбс. Форбс? Вообще, в жизни есть немного слов, которые производят на Аню вот такое впечатление. У Семена еще есть Порш. Порш! Семен обладатель сразу двух этих слов. Аня, вообще-то у Семена есть еще и жена. Жена? А вот и стоп-слово. Знаете что, Семен, я передумала. Не увидите вы Мурманской, Семен. Молодец, Аня. Хоть в конце разговора что-то приятное человеку сказала. А если серьезно, то в октябре этого года Мурманску действительно исполняется 100 лет. И лучшим подарком для мурманчан будет то, что мы пройдем сегодня в полуфинал. Потому что тогда мы весь октябрь проведем в Москве. И не испортим людям праздник. С вами была сборная Мурманска. Спасибо.